Всем привет! Меня зовут Лена, рада видеть вас на своем канале, и сегодня мы с вами продолжаем говорить о розах. Тема сегодняшнего выпуска – мрачные, темные, густые, глубокие, готические розы. Кому интересна эта тема, оставайтесь со мной и не забывайте подписываться на мой канал. Да, у меня по-прежнему что-то странное на голове, потому что у меня по-прежнему торчит чубчик от волос, которые отрастают, и это немножечко бесит. Но так как мои волосы не лежат вообще нормально, ни при каких обстоятельствах, я вот сделала, что могла любить и меня такой, какая я есть. На мне восхитительное кольцо из пояса троп, винтажные серьги и очень красивая футболка из магазина Ренаты Литвиновой. Эта футболка называется «Столько боли из-за какой-то меня». Я попробую вам продемонстрировать. Я попробую вот вам даже вот так вот продемонстрировать. Надеюсь, вам видно и не видно, что я практически в трусах, в микрошортах. Я тут посмотрела, ну никак мне эти волосы не укоротить, поэтому с моими неукротимыми волосами мы начинаем. Кстати, на губах у меня помада Мак Дива. Я знаю, что кто-то спросит. Итак, в сегодняшнем видео будет снова очень много роз, которые уже такие более темные, почулистые, винные, землистые, мшистые, разные-разные, глубокие готические розы. Давайте же начинать. Начать я хочу с одной из самых главных роз в моей коллекции. Это Unrose Frederick Malle. Сейчас ее переименовали. У меня, как вы видите, старый выпуск, и это один из моих самых любимых розных ароматов. Это аромат, с которым я долгое время себя ассоциировала и продолжаю ассоциировать. Старое его название отлично его иллюстрирует. В пирамиде этого аромата, насколько я помню, только роза или роза и вино. Но на самом деле это действительно история про одну розу, очень самодостаточный, очень такой в себе, несмотря на всю свою конвенциональность и понятность, я бы сказала. Я не могу назвать эту розу готической. Эта роза скорее отстраненная. Эта роза скорее вот такая, действительно, очень заключенная в глубине себя. Для меня это пахнет алой розой, которая одна стоит в длинной прозрачной вазе, рядом с бокалом красного сухого вина. Роза и вино, ничего лишнего. Я еще этот аромат ассоциирую с Фридой Кало, и я ходила в нем на ее выставку, когда она еще приезжала в Москву. Это очень красивая, немного драматичная, меланхоличная история. В нем нет этого накала страстей, как во Фриде, но в ней вот есть вот это пронизывающее, ну такое красивое и благородное одиночество. Мне очень нравится эта композиция, она невероятно красиво звучит с представителя обоих полов. Ну и да, это одна из моих самых-самых любимых роз. Начав с Маля Малем, я и продолжу. Конечно же, это видео не могло обойтись без портрета. Эту розу знают очень многие. Это роза Пачули Ладан. Роза очень характерная, где-то я бы даже сказала нервная, драматичная. Эту композицию знают многие, для тех, кто не знает. Это вещь, которую нужно приобретать, когда вы уже с ней ознакомились. Я, к сожалению, не могу ЭДП. Я могу дымку для волос, могу и с удовольствием ношу. В этом формате мне комфортно. В этом формате на мне нет излишней кислоты, потому что ЭДП, она на мне начинает очень сильно кислить и очень сильно свербить. Здесь такого нет. Это вот просто вот эта вот летящая ладанная роза такая густая, мощная. Действительно, такой портрет женщины в темных тонах. Очень красивая композиция, не самая дружелюбная, но, безусловно, это один из самых красивых и значимых розных ароматов современности. Для тех, кто, как и я, ну не очень может в портрет, а такое направление сильно хочется, есть прекрасный бренд, который я не могу выговорить. Все в инфобоксе, все названия, все ссылки, всегда. Аромат 2020. И это более дружелюбный портрет с ягодами. И здесь есть сухие ягоды, как будто вы знаете, вы нашли засушенную малину и ежевику, такую чуть-чуть припыленную, но еще сохранившую остаток былой сладости, сохранившую очень умеренную кислинку. На мне это кислит гораздо меньше, чем портрет. На мне это намного более дружелюбно, но при этом также обращающе на себя внимание. Если вы ищете такую розу Пачули Ладан, древесную, характерную, темную, но при этом, чтобы в этом было возможно жить, то вот, портрет с ягодами просто супер конфетка. Продолжая тему роз мрачных, готических, не могу обойти в сторону, инфернальную розу Терри Гинсбург, это тоже роза с ладаном, но у нее совсем другой характер. Здесь она такая, как будто бы более восковая. Роза ладан, холодная, очень отстраненная, как будто даже немного с пеплом. Я ее носила в очень тяжелый период, в начале 22-го года, и вот для меня она создавала ощущение той самой розы, которая пробила горсть пепла, которая победила конец света, все пережила и расцвела буйным цветом на руинах. Вот такое у меня создается от нее ощущение. Страшные, непереносимые драмы, но при этом невероятной воли к жизни и надежды. Мне очень нравится. Еще одна драматичная ладанная роза, про которую я чуть не забыла, а зря, это Амур Элегант бренда Хаяри. Я в целом спокойно дышу к этому бренду, но какая же красивая роза. Я, кстати, про нее забыла не только в рамках подготовки к выпуску, а вообще, это роза, покрытая воском, с медом и сладанным дымом. В ней очень умеренная, но очень хорошо различимая медовая сладость. Вот эта вот медовость такая чуть животная, чуть такая восково-прозрачная, разогретая. Здесь очень правильная медовая животинка, которой нету матч, который вот ровно как надо. И да, здесь вот это просто роза в меду, ладанный дым, холод. И вот эта вот атмосфера, наверное, розы в церкви, как-то так это ощущается. Очень красивая композиция, очень такая замкнутая в себе тоже вещь. Зря я ее не доставала, а в ближайшие дни я ей, пожалуй, поддушусь. А если не поддушусь, то надо, значит, будет ее продать, что у меня такая красота стоит, кого-то будет радовать. Отличная композиция, как я вообще могла о ней забыть, не знаю. Обсуждая мощные, холодные, драматичные розы, я не могу не показать следующий аромат. На самом деле, я так долго собиралась снимать про розы, только потому, что мне ужасно не хватало этого покемона. Я несколько месяцев договаривалась со своей жабой, и в итоге мои друзья на мой день рождения, который был 19 февраля, подарили мне эту прелесть. И как я сильно радовалась. Я говорю про Experimentum Crucis Eldo. О, какая она невероятная! Боже, Ксюша Кума Куркума, которая подарила мне Луну и в этот же день напомнила мне об этом аромате. Я просто ходила и, наверное, месяца полтора капала слюной и боготворила ее, и думаю, как же хочется сильно. Я очень рада, что мы воссоединились. Что я хочу в этом аромате отметить, так это его невероятную мощь и удивительной красоты шлейф. Он у меня очень долго оставался на моей одежде, в которой я была, когда поливалась у Ксюши. Сохранялся даже после стирки. И вот ты просто берешь, достаешь эту одежду, надеваешь, и на тебя напрыгивает эта холодная, мощная роза с яблочным сидром, с сухими листьями и немножечко с таким чем-то торфяным. Есть в ней что-то технологичное, но это совсем не портит. Самое крутое, что есть в этой розе, и то, что я не смогу вам, к сожалению, передать через экран, это то, как она красива в раскрытии. Какое это богатство, какие это переливы, какое это совершенство. Бесполезно про нее слушать, ее вот нужно прям пробовать, выходить, вдыхать, и тогда вы поймете, о чем я говорю. Это одна из самых красивых роз, и я безумно счастлива, что у меня она теперь есть. Элда чем-то мне напоминает другую мою любимую розу, по которой я точно так же сходила с ума, и сделав пару пшек, вы такая, а, боже, скорее, скорее, несите мне, несите. И это Эгломинг Гарден Гуччи, я рассказывала уже о нем неоднократно, и вы знаете, что я очень люблю этот аромат. Кстати, в пирамиде здесь вообще не заявлена роза, насколько я помню, там заявлен ветивер, почули, и что-то еще. Ни с чем не спорю, кроме того, что роза здесь есть. Это роза с ветивером. Я не люблю ветивер, но здесь так хорошо. Она получилась такая ореховая, чуть дымная, землистая, ровно в нужной пропорции землистая, ничего лишнего. Она получилась вот таким холодным совершенством. Она получилась идеальной. Вот это то, за что я люблю бутиковые линейки люкса. Ты это вдыхаешь и разводишь рука, и такая, ну да, у меня ноль вопросов. Я понимаю, за что они просят такие деньги, потому что это безупречно. Это пахнет на миллион. Я уже рассказывала, что я продала эту розу в баре парню. Мы просто с моей подругой пили коктейли. Рядом парень с девушкой тоже пили коктейли. И я так воодушевленно рассказывала и так показывала, что ребята попробовали, и парень потом купил этот аромат. И я готова продавать это каждому, кто может себе позволить эту композицию, независимо от пола. Потому что вот так звучит совершенная роза пачули с ветивером. Нет больше слов, нет комментариев. Попробовать это сейчас сложно, но если где-то найдете, хотя бы просто приложитесь. Это очень красиво. Ну и раз уж мы заговорили про розу пачули, естественно, у меня очень много что есть сказать. Хотя для меня это сложное сочетание. Очень часто роза пачули на мне делает то, что делает портрет, а именно уходит в такую колючую, неприятную кислоту, которая для меня непереносима. Вот мне не всегда комфортно в ароматах розы пачули. Я осторожно к ним так подбираюсь, потому что знаю, что могут быть сюрпризы, которые меня не порадуют. Но есть розы пачули, которые я люблю. Следующий аромат я очень долго не могла определить, куда все-таки его. Его ли включить в свежую или все-таки сюда, в более-таки насыщенной и серьезной розы. Решила в более насыщенной и серьезной. Это Эль Ивсен Лоран. Этот аромат очень долго был моим ароматным я. И я удивляюсь, но многие действительно продолжают до сих пор меня с ним ассоциировать. Хотя я ношу его крайне редко. Я в свое время переела. У меня было аж пять флаконов, которые я купила одновременно, потому что я боялась, что как же я останусь без него. И спойлер не зря, потому что что-то с ней там сделали. Как-то ее переформулировали не симпатично. Мне не нравится, во что превратилась Эль Ивсен Лоран. Я люблю вот эту розу пачули с имбирем и сладко-кислым личи. Она звучит замечательно. И она очень универсальная. В ней, пожалуйста, и в офис, и на свидание. Вот как я люблю. Берешь аромат и носишь. Но за счет того, что здесь пачули и розочки достаточно такие темные, все равно для меня она более серьезная. Я не могу отнести ее к легкомысленным розам. Я не могу ей поливаться, как роза пион ланком, например. Не могу ей поливаться, как роза шот альфактив студио. Все-таки в ней есть глубина, есть в ней немного темных тонов. Мне это нравится. В целом я до сих пор считаю, что это отличные духи. Просто я в свое время переела. Вообще у Эль есть две сестры. Есть жемчужины Лолик, которые тоже сравнивают с этим ароматом. Но жемчужины, они более такие подвальные. Я бы даже сказала, что они более мрачные. Вот что-то в стиле мультика «Мрачные тени». И есть у Эль сестра-ведьма. И это, конечно же, Midnight Poison Dior. Это уже зелье. Это уже просто тьма, как она есть. И это при этом гораздо больше секса. Я считаю, что Midnight очень хот. При всей своей готичности Ева Грин, которая снялась в рекламной кампании этого аромата, сюда вписывается как нельзя лучше. Потому что она вся такая темная, мрачная, готичная. И при этом она такая горячая. Я не знаю, я смотрю на Еву Грин и теряю свою гетеросексуальность. Простите, невозможно просто ей налюбоваться. И то же самое с этим ароматом. Это роза пачули. И здесь еще сладкие абрикосы. И получается, и вроде бы чуть-чуть землисто. И вроде бы готично-цветочно. И в то же время сладко и маняще за счет этой абрикосовости. Гениальная просто композиция. Как жаль, что они сняли. Это преступно. Я протестую. Я считаю, что нужно подписывать петиции. Потому что для меня это, наверное... Да не, наверное, точно. Для меня это лучший яд. Абсолютно потрясающая вещь. У меня половина от тридцатки. Я редко к нему прикладываюсь. Но каждый раз, когда прикладываюсь, я очень радуюсь. Следующая роза пачули, которую хочется обсудить рядом с этими ароматами, это Criminal Love by Killian. Я почему-то очень редко его ношу. Мне кажется, я тоже переела. Потому что у меня был период, когда я просто душ готова была принимать из этого Criminal Love. Что это такое? Это роза пачули с сигаретным дымом. И здесь еще очень много шафрана. И шафран здесь дает такую текстурную сладость. Дает немножечко такое ощущение подгорания. Я бы сказала, шафран здесь дает этот ход-контекст. Для меня это такая очень сексуальная офисная стерва, которая на вот таких вот каблуках топает решать рабочие вопросики. И перед ней падают все. И все делают так, как она хочет. Потому что она, во-первых, очень умная. Во-вторых, она очень целеустремленная, хваткая. А в-третьих, она очень сексуальная женщина, яркая, на которую невозможно не посмотреть. И все перед ней делают вот так. Я ее носила на сложные рабочие переговоры. Я признаюсь, она мне помогала. Потому что создавала настроение вот этой вот стервы, которая всех победит. При этом смелая улыбка такая. Спасибо, что вы приняли мое предложение. Это очень, очень ценно для меня. Я рада нашему продуктивному сотрудничеству. Я вернусь к вам с дополнениями, хорошо? Спасибо, спасибо. Вот примерно такое настроение создает этот аромат. Есть у него еще ягодность. Если подытожить, то это такая сладкая роза почули с табачным, я бы, наверное, даже сказала ближе к кальянным дымом и горячим шафраном. Классная вещь. Наверное, да. Наверное, просто мне с ней нужно расстаться из-за того, что в свое время много носила и больше не тянет. Но это никак не отменяет всех достоинств этого аромата. Это правда отличные духи. Продолжая тему роза почули ароматом, который я очень, очень сильно хотела. Решение о покупке, которого я приняла буквально за несколько секунд. И который я почти не ношу. Но при этом я не знаю, друзья мои, что должно случиться, чтобы я с ним рассталась. Потому что это мой бриллиант, точнее, это мой изумруд. Это Promenade in the Garden. Рассказывала уже о нем. Еще раз сама себя процитирую. Для меня это пахнет, как сцена из страшных сказок, когда Ева Грин бежит по зеленому лабиринту. И все это раскалено ощущением тревожным. Вот таким, как будто что-то сейчас произойдет, что-то сейчас будет. Это все не просто так. Это розы, которые обвели потемневшую металлическую изгородь. Это сырая земля. Это мох. Это деревья. Это, знаете, такой страшный лес из сказки братьев Гримм, за которым замок и забор этого замка увидят розами. А замок этот пахнет камнем и пахнет запустением. Аромат очень зеленый, при этом густой, землистый. В нем очень много растений. И розы в нем, несмотря на всю свою драматичность, скорее белые, такие не совсем раскрывшиеся, влажные. Но которые все равно обвивают то, что запустело, и то, где уже страшно. Я его обожаю, просто обожаю. Ну... Немного затронула тему роз, зелени и мхов. Ее и продолжу, но уже ароматом, который я не стала бы называть готичным. Он просто очень элегантный. Это розный шипер French Affair Ex Nila. Обожаю эту грань Ex Nila. Ex Nila не для всех. Не самые очевидные ароматы, которые не топы по продажам явно, но которым я готова петь оды. Вот French Affair это один из них. Это вообще мой любимый аромат бренда. Чем он пахнет? Это, как я уже отметила, розный шипер. В нем очень много мха, в нем шершавый фиалковый лист. И роза, а точнее намек на розу, это опять же не эти пышные красные розы, которые обвивают стены готического замка. Нет, нет. Это светлые розы, которые почему-то расцвели в лесу. Но, в отличие от Promenade in the Garden, это лес светлый, там солнечные лучи сквозь деревья светят, там расцветают фиалки, там, возможно, даже иногда поют птицы, но не часто. И розы расцветают на ковре из мха. Обожаю. Какое же это изящество, какая это элегантность, какой же это качественный унисекс. Вот кому угодно это будет очень элегантно. Люблю. Уже по доброй традиции эти ролики про розы заканчиваются розами с алкоголем. И перед тем, как я покажу вам уже темные, мрачные розы с алкоголем, я хочу показать вам последний аромат, который туда не вписывается. Это одно из моих недавних открытий и один из моих недавних парфюмерных запоев. Это Abysseiler Design Parfumery. Новинка в серии для Ботаник. Я очень люблю эту серию, я очень люблю то, что делает Давный бюджет для этого бренда. Мне нравится дизайн, мне нравится сам концепт этих рисунков, этой другой формы. То, как они выделяют эту линейку на полке, мне очень импонирует. Мне это импонирует и как парфманьяку, и как женщине, потому что они так подчеркивают, что для них важно и особенно, что для них сделала Дафна, а меня это умиляет. Здесь у нас роза в сочетании с холодной, я бы даже сказала ледяной, с кристалликами льда водой и с сандалом. И получается такая чуть солоноватая вода, которая застывает мелкими крупинками льда и соли на лепестках поздних роз. Это такой ноябрь на берегу моря, это сильные ветры, которые приносят брызги соленой морской воды, это, возможно, выброшенные какие-то ветки, ракушки. Он такой минерально-водянистый, при этом розный. И он при этом еще и темный, в нем есть мрачность. И я с него так прусь, простите. Я вот пытаюсь вам дать обзор, рассказать, насколько это качественная, поэтичная работа. Но я хочу сказать, что я просто, сука, с него прусь. Я умираю, какой он крутой. И я вот сейчас, я сейчас к нему припал и хочу палиться. Я столько сижу вам рассказываю про ароматы, которые я люблю. И вот я несколько месяцев его не носила, может, месяца два. Я просто вдохнула и, простите, я не могу. Господи, как же хорошо. Акватическая роза с солью и сандалом и с долей готики. Просто спасибо, Дафна. Спасибо, что радуешь меня всегда. Ну и переходим к нашим алкогольным, гурманским, винным розам. Простите, пожалуйста, сейчас немного изменилась картинка, потому что мой еще один источник света разрядился. Он часто так делает. Ну так вот, продолжим. Ароматы, которые я расскажу сейчас, он скорее не алкогольный. Это что-то такое переходное. Это гурманский аромат, в котором есть алкогольные конфеты для меня. Я говорю про Амбразин, Франческо Даль Оро. Один из моих любимых нишевых брендов. Очень качественно, красиво все делают. Здесь сладкие помадные розы с амброй и с конфетами, которые пахнут шоколадом, корицей и сладкой алкогольной начинкой. Как будто бы туда добавили немного ликера. И он нет, он не темный, он не мрачный. В нем есть немножечко этой осенней меланхолии. Для меня он очень осенний. Это, знаете, такой одинокий осенний вечерочек, когда ты пришла, включила какой-нибудь романтичный фильм, открыла конфетки, плеснула себе вина, накрасила с красной помадой, не для кого-то, для себя, потому что так хочется. И вот сидишь и живешь свою жизнь. День не радостный, но и не грустный. Это просто день, который ты посвятила себе. И вот такая красивая, нарядная проживаешь свои годы. Мне очень нравится, как он ярко звучит. Мне так нравится это с кожи. То есть ты наносишь, и такая пошла вот женщина. Я ненавижу, когда меня называют женщина. Я знаю, что это плохо, и что кто же я еще, если не женщина. Я люблю, когда ко мне обращаются по имени, или просто обезличено. Но здесь именно это слово приходит на ум, это такая женщина. Она уже все про себя знает, она уверенная в себе, красивая. Она знает, как жить эту жизнь. И это вот ее аромат. Замечательный просто амбразин. Я долго сомневалась сюда его или в сладкие розы, но решила, что пусть будет здесь, потому что есть вот в нем какая-то взрослая размеренность, что ли, который его украшает, но который его выделяет из просто сладких классных розочек. Пусть тут будет. Если мы говорим об алкогольных розах, то я просто не могу промолчать про, пожалуй, самый необычный аромат на эту тему. Это прозерпином бракар. Я не все люблю бракар. У них есть классные ароматы, у них есть ароматы, которые меня не радуют. Но прозерпина абсолютно великолепна. К сожалению, я ее редко ношу. Как вы можете видеть, когда она у меня только появилась, у меня был запойный. Для меня эта вещь сложная, потому что, во-первых, это классический шипр. Мне не просто шипрами, я пока не научилась их носить. Не очень они вяжутся с контекстом моей жизни. А здесь, в этом аромате, очень много мха. Что мне здесь нравится? Он про вино, розы, мох и гранат. Я обожаю гранаты. Они не часто встречаются в парфюмерии, а здесь все грани. Здесь и сухая шкурка, и перегородки, и сами зернышки. Это вот такой гранат, как он есть, который уже в конце сезона ты срываешь с дерева, и там вот он во всех своих ипостасях предстает. Здесь этот гранат, здесь осенние листья, кора деревьев, мох. Здесь поздние, уже увядающие розы. И здесь бокал вина, естественно, сухого, с высокой кислотностью. Вещь очень объемная, сложная, умная. Но у меня редко бывает настроение такое носить, что никак не отменяет того, что я отношусь к этому как к отличному произведению. Действительно, композиция, над которой поработали, которая получилась очень хорошая. И она снискала, мне кажется, наибольшую любовь всей серии у парфманьяков. И я понимаю, за что. Это есть за что уважать, и это абсолютно уникальная стоящая особняком композиция про розы, гранаты, вино и мох. Продолжить тему вина, это, конечно же, Белла Рабелла. Я хотела этот аромат. Это пахнет сладкими карамельными розами, сухофруктами и чем-то вроде Хереса. Это, если и вино, то вино как минимум полусладкое, а возможно даже сладкое. Сладкое вино, красные розы и сухофрукты, чернослив. Вот что-то такое сладенькое. Чернослив может быть в финике. Вот такое. Ни курага, ни сушеные ягоды, а вот то, что дает дополнительную сладость. Это аромат не праздника жизни, как дом Роуза. Это вот тоже аромат наподобие как амбразин. Когда ты сидишь, такая красивая дама, приглушила свет, зажгла свечи, включила кино, налила себе вино, качественный сыр, у тебя все есть, у тебя вообще полное благополучие. У тебя вот жизнь удалась. И ты просто ей наслаждаешься. Не истерично, не на клубах и вечеринках. А ты просто наслаждаешься ей спокойно, в своем доме, в своем ритме и уже в своем уюте. И в жизни, которую ты построила исключительно по своим правилам. Какое-то такое ощущение. Это не праздник, это не вечеринка, это не тусовка с подружками. Это я, вино, кино и благополучие. Завершая тему глубоких темных роз, я розой с коньяком. Это Evening Rose Erin. Это аромат, с которым у меня то любовь, то ненависть, то я хочу его продать, то я думаю, что я сумасшедшая, надо его оставить, то я его продаю, покупаю снова. В общем, это какая-то драма в куче действий. Не понимаю, что не так, точнее понимаю, сейчас вам расскажу. Это пахнет осенью в загородном доме. Уже холодно, не осталось листьев, на кустах висят поздние уже засохшие ягодки. Он пахнет сухой ежевикой, не с белой, вот со сладостью, а именно такой с сухой кислинкой. Это сухая ежевика, это листья, это такая уже начинающая промерзать земля. Но при этом это очень теплый дом, звериная шкура и коньяк у камина. Что-то в нем есть. Определенно он создает настроение, в нем интересно, но вот эта кислая ежевика и эти пачули на мне иногда начинают кислить, и меня это бесит. Я вам уже рассказывала, что с розой пачули у меня отношения не идеальные. Вот здесь вот тоже есть такая качель, но как же клево все это уравновешивает сладковатый коньяк. Поэтому я периодически делаю подход, не исключаю, что я в итоге с ней расстанусь. Но если вдруг вы ищете сочетание розы и коньяка, то вам нужно обратить внимание на эту композицию, она правда очень хорошая. Что ж, у меня на этом все. Я надеюсь, вам было интересно со мной поговорить о розах. И обязательно рассказывайте, какие розы любите вы, какие розы вы считаете самыми мрачными, какие розы вы считаете самыми алкогольными, какие розы вы считаете самыми-самыми. Розы это сейчас, пожалуй, мое любимое парфюмерное направление. Я с удовольствием с ними знакомлюсь, и в том числе из комментариев буду что-то находить и пробовать. Спасибо большое, что были со мной, и всем пока!